здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия вдруг вы не знали я очень парозависимый человек об этом признаюсь беды большой в этом не вижу и я люблю общаться с вами на тему парфюмерия еще я тот человек который кормит и спасает бездомных животных кошек и собак и друзья традиционно я приглашаю вас в свой телеграм-канал и выходный вариант где я показываю своих подопечных я рассказываю о том что я делаю что мы все делаем для этих хвостов я бесконечно благодарю моих друзей и нину и оливу и волю и аню и всех 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 кто мне помогает всех своих подписчиков спасибо вам огромное и еще ну я иногда говорю об этом на канале наверно надо об этом говорить если вы живете в ростове вы блогер или вы не блогер обратите пожалуйста внимание в фабоксе есть контакты волонтеров которые спасают в ростове животных им нужна помощь пожалуйста пожалуйста посмотрите может быть вы покажете эти контакты каким-то медийным персонам в нашем городе каким-то блогером в вашем городе может быть вам удастся каким-то образом им помочь я буду вам очень благодарна сегодня я хотел поговорить о своих парфюмерных хотелках и сделать мне будет это очень сложно поскольку на мне два новых парфюма я сняла только что видео я блогу хаю и это неправильно конечно нанести на себя два ярких красивых парфюма и дальше достать еще какие-то парфюмы яркие красивые газовой как они прекрасно пахнут о их запах пробивает сквозь то что я слышу себя с одной руки со второй руки ну друзья ничего не поделаешь ничего не поделаешь как есть выбрала время я благодарю своих кошек и собак за то что они дают мне возможность записать видео за то что они не выключают мне лампу если вы досмотрели до конца видео посвященное очередному конкурсу восьмое чувство где я доснимала свой ролик в абсолютной темноте вы поймете о чем я говорю всем спасибо вам спасибо и вам и вам и вам поговорим о парфюмерных хотелках кстати говоря мне кажется что вот я как-то или не часто или вообще я не снимала видео парфюмерных хотелках они тем не менее всегда у меня есть но парфюмерная хотелка это такая очень мерцающая субстанция ты сейчас хочешь одно потом ты хочешь другое хотелки меняются у меня в магазинах например где-то поставлены сердечки да и кажется что вот я хочу это я хочу это но проходит время ты думаешь я серьезно вот это хотел себе купить да боже мой да ни за что на свете снимаешь вот эти сердечки у меня это так это мерцающая субстанция потому что и вкусы меняются и настроение меняется может быть мы хотели тот или иной парфюм под влиянием какого-то блогер или другого просто человека который вам похвалил этот парфюма может быть вы его попробовали потом поняли что нет вам этого не хочется парфюмерная хотелка может быть еще такой не не явные субстанции какой-то такой загадочные мерцающий потому что есть наши мечты есть наше желание есть реальность и иногда и может быть даже часто обстоятельства реальная жизнь не позволяют нам наши мечты осуществить тогда в общем хотелка хотелка и остается иногда парфюм снят иногда он очень редкий его очень сложно найти и поэтому вот эти хотелки они существуют ну вроде как они есть но они где-то за горизонтом находятся они к реальной жизни в том числе к реальной парфюмерной жизни не всегда имеют отношения но сегодня я решила поговорить с вами парфюмерных хотелках и совместить эту тему еще с одной темой с темой знакомства с новыми парфюмами так сложилось так прекрасно сложились обстоятельства что мы пересеклись в одной точке у меня на работе ко мне приехала олечка которая является мозгом и руками и суперкомпьютером и прекрасным организатором и главным админом на канале невыходный вариант у нее есть чудесный канал который посвящен парфюмерии в том числе но звездой ютуба она стала потому что у нее чудесные невероятные просто невероятные коты и есть очень много маленьких роликов супер популярных смотрите ее канал подписывайтесь к и вот пришла оля за очередным рюкзаком и пришла прекрасная нина тихонова у нее весь канал палитра ароматов друзья не на художница она рассказывает о парфюмерии на своем канале но она на самом деле рассказывает как человек искусства об этом невероятный канал очень интересный человек и ссылка на ее канал будет в инфобоксе и вот мы сошлись в одной точке мы дали друг другу что-то послушать я оле отдала рюкзак с парфюмами я благодарна ней не она принесла огромное количество парфюмов также подраспив в пользу животных то что делают мои парфюмерные друзья это что делают мои подписчики очень невероятные вещи человек просто может написать спасибо большое за то что вы делаете вот вам мои флаконы враспив до человек нас лично не знает но может так поступить и это это потрясающе я спасибо большое многим-многим спасибо и вот мы что-то обменялись как-то какими-то мне очень нравится слово фунфырик обменялись фунфыриками и не на говорит мне соня я принесла тебе что-то послушать ты знакома с этим нет ты знакома с этим нет у тебя есть это нет и не на отдала мне много чего я все это попробовала и я скажу свое честное мнение об этом и в этом мешочке и есть парфюмы которые мне не понравились и слава богу и слава богу мне не надо столько хотелок не надо их и так много есть парфюмы которые просто набокорили мое сердце я несмотря на то что благоухаю сейчас боже боже я благоухаю сейчас невероятно я хочу вам рассказать парфюмы которые станут моими хотелками не станут моими хотелками а может быть уже стали а может быть однажды их статус изменится они будут не хотелками а реальными флаконами вот приступим спонсор моего блутерного счастья ярослав ярослав спасибо большое какие шикарные блутеры я буду подсматривать пирамиду буду монтировать видео потому что искать пирамиду возможно я буду долго так ну и давайте приступим я долго не носила эти парфюмы какие-то носила один раз какие-то носила несколько раз понятно что у меня есть только первые впечатления первые эмоции но я понимаю что и эти впечатления эмоции могут измениться любовь может зачахнуть опять же любовь можно зачахнуть не потому что парфюм разомравился просто я пойму что ну я не тяну это будет недоступно или зачем же зачем же мне этот нужен не знаю не знаю друзья любовь такая субстанция тоже мерца еще сейчас есть потом нет потом снова есть какие-то парфюмы я попробовал один раз я сказал себе спасибо спасибо дальше ты переходишь другие какие-то добрые руки и безусловно эти парфюмы едут дальше так ну что же что же давайте приступать наверное я начну с тех парфюмов которые мне не зашли и я буду объяснить почему первый парфюм это реминиссенс гелиотроп в этом парфюме очень многие говорили а давайте может быть без пирамиды пока об этом парфюме очень многие рассказывали на своих каналах и с маркой реминиссенс я не знакома я видела флаконы даже в какой-то момент там что-то клала себе в корзину но не сложилось и пока ну в общем наверное я в сторону этой марки и не смотрю по крайней мере вот хотелок нет и понимание этой марки нет я ее практически не знаю но слышала о марке и слышала об этом парфюме и я нанесла этот парфюм на себя в тот же день когда ехала домой те кто меня давно знает и смотрят знают что моя машина такая лаборатория по разношиванию парфюмов очень часто я экспериментирую в машине я наношу на руки рулю до шлейф по всей машине разносится и я таким образом составляю какое-то впечатление парфюме я нанесла парфюм на себя несколько пшиков причем и села в машину включила обогрев руля не думая о том что он на мне этот парфюм но потом я уже поняла что да 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 парфюм конечно согрелся у меня кожа холодная думаю ну вот тут заодно мы проверим чтобы было если бы у меня была горячая кожа шлейф был конечно на всю машину и сначала я была в диком восторге потому что это парфюм был очень сливочный пудрово-помадный он был нежный он был чуть сладкий и я была в восторге я подумала что боже как хорошо у меня есть отливан и этого количества достаточно полтора миллилитра наверное даже может больше этого количества достаточно чтобы поносить вот так вот чудесно 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 ехала я долго парфюм становился все громче потом он начал на меня покрикивать потом он начал меня поддушевать эта сливочность это помадность приобрела кита масштабы гигантские это сливочность эта помадность превратилась в какого-то сливочно помадного может быть и привлекательного но монстра который решил просто захватить меня и машину какой-то такой сладкий плен мне было непросто мне было тяжко я поняла что нет это не моя история я бегом бежала домой чтобы смыть этот парфюм себя но если бы он смылся нет друзья нет этого не произошло я мыла руки несколько раз я пыталась нанести что-то еще на руки что просто заглушить этот парфюм но не не столько чтобы заглушить я хотела послушать что-то еще но из того из под того парфюма который я пыталась там послушать что-то снова до меня доносился гелиотропа гелиотроп бывает разный на бывает видимо добр ко мне может быть бывает не добр ко мне не знаю не знаю что не так мы как-то я оказалась слабее этого парфюма я долго не могла избавиться от этого от этой стойкости и от этой нежности потому что он по факту очень нежный но то что я слышу использовали зато это очень красиво и на мне он был красивый но мы несовместимы какие-то то есть я была бы такая маленькая он был такой вот огромный и такой вот такой вот захватил меня и такое типа я тебя буду любить игру отпусти меня пожалуйста отпусти я готова еще помыть руки 15 раз только отпусти поэтому нет поэтому кто-то из моих парфюмерных друзей будет знакомиться с этим гелиотропом на этом наверное все до первый пункт по первому пункту я читал пункт номер два фирменный пробник миколев ноут ванил нектар не знаю как по-французски правильно прочитать это все я к марке миколев имею слабость я ее очень люблю мне очень нравятся парфюмы и и и и у меня есть и нектары и не нектары и как мне кажется нектары отличаются от обычных линеек парфюмов тем что они такие более кисленькие более свежие более легкие этого я же ожидала от ванили ноты ванилия не буду смотреть пирамиду так буду рассказывать и сначала в общем я нанесла на себя этот парфюм я ничего не услышала первую минуту когда ты наносишь на себя парфюм и ничего не слышишь у тебя начинается сразу паника и ты хочешь перебирать диагнозы и начинаешь с очень конкретного диагноза но никаких признаков того самого диагноза у меня не было поэтому я думаю так ну стоп ну что это такое что это ну как так миколев это обычно все-таки очень слышимые довольно явно проявляющиеся парфюмы довольно громкие парфюмы паника моя была недолгой ну первую минуту хорошо 30 секунд я вообще ничего не слышала потом еще 30 секунд парфюм разгонялся потом появилась какая-то цветочная ваниль потом появилась какая-то такая кислинка скажем потом этот парфюм стал мне напоминать какие-то очень ну скажем так не новые не только что вышедшие парфюмы может быть начала двухтысячных конца девяностых что такое фруктовая причем не очень ванильная что-то цветочное и совсем не ванильная и потом этот парфюм этот парфюм слился для меня в одну очень громкую кисло-сладкую фруктовую зудящую ноту причем я нанесла сначала на мизинец имела неосторожность нанесла на мизинец один пшик и как-то вот он был такой обильный и он почему-то не высыхал что я еще решил значит вторым пальцем вот это вот все растереть и получилось что у меня два пальца в этом парфюме и это так все орала это все на меня таким так орала ну вот почти как реминиссенс но и миниссенс меня обнимал вот так вот крепко а это просто визгливо покрикивала и я удивилась и расстроилась потому что для меня миколев это немножко другое это другая история и там есть парфюмы ну например royal банка парфюм громкий парфюм стойки парфюм кисловатый и парфюм который может и покрикивать но он богатый очень своей пирамидой и богатый очень своим каким-то проявлением здесь все это свелось вот какой-то одной вот этой не поняла я списала это на то что мы просто разные с тобой мы разные с тобой мы разойдемся чтобы в разные стороны и остаточки эти уходят моим парфюмерным друзьям на пробу а дальше началась опасная история влюблённости и дальше а дальше чтобы сейчас я скажу вам что это а дальше А дальше, а дальше, а дальше, а дальше началась опасная история влюблённости. И началась эта история влюблённости с Атлевата Аткинсона, с пиратов. Я о пиратах слышала миллион раз, от самых-самых разных блогеров. И как они хвалили, и как они рекомендовали покупать, а я такая, мне не надо, и мне не надо, я не хочу, я не буду. Вы все хвалите, хвалите себя на здоровье, зачем это мне всё. И вот я попробовала этих пиратов, наконец-то. Ну да, вот самые остальные слои населения, наконец-то, этих пиратов попробовали. Грусть, печаль, как это прекрасно на мне сидит. Какая-то великолепная, развесёлая, сладкая, алкогольная кожа. Опять же, дело не в пирамиде, а в посадке. Он великолепный, он великолепный. Я буду носить этот Атлевант. Я зарасту Атлевантами, ну и что? Я даже не буду, наверное, вынимать из сумки вот эти все Атлеванты, потому что они мне так нравятся. Я хочу в этом ходить, и время от времени я просто со сменой сезона, знаете, выгребаю где-то полкило Атлевантов из рюкзака, из сумки, и загружаю вторые полкило в рюкзак. Пиратов хочу носить. Может быть, по дороге на работу это не совсем уместно, хотя, может быть, и стоит попробовать. А вот по дороге с работы совершенно точная такая радость. Я не знаю. Несовместимая немного с такими рабочими моментами, с тем, что надо сконцентрироваться, там что-то такое. Но отдохнуть, расслабиться под этот парфюм сам Бог велел. Буду носить. Буду носить. И да, теперь я, конечно, умная. Если я увижу где-то остаток на флаконе, я, безусловно, наведу резкость. А если у вас есть остаток во флаконе, вы мне подведите, пожалуйста. Вот. А дальше? А дальше. Аромат Пачули. Пачули. Какая-то марка, в общем, которого она даже на фраге нет. Я все вот сюда вот напишу. Пачули из Явы. Великолепные, роскошные пачули. Почему я не пользуюсь блутерами? Я не знаю. Обошлась. Один блутер на пачули мне жалко. Я жадная. Сейчас, Ярослав, я совершу кончунство. Кончунство. И разделю блутер на две части. Чудесные, глубокие, очень интересные пачули. Такие жирненькие. Я пачули традиционно не описываю через подвал. Да и не хочется. Они алкогольные, по мне. Они какие-то коньячно-ромовые, скорее. Хотя нота такой земли сырой, чернозема. Возможно, здесь и есть. В общем, глубокие, влажные пачули. Они, если есть в них алкогольность, вот, пожалуй, второй нотой алкоголь назову. А больше я особо ничего не слышу, но мне эти пачули очень понравились. При этом сказать, что это идеальные пачули, я не могу. Но они очень носибельные, раз. И будьте здоровы. Кто бы это ни был. Лазичка, наверное, да? Будь здорова. И у этих пачули, говорят, надо склонять, у этих пачули есть один нюанс. Их слышно не очень долго, и это не смущает как раз. Но эти пачули навели меня на мысль о том, что их можно смешивать с чем-то. То есть они такая, как, знаете, благодатная почва, как вот тот самый чернозем, который, что ни посади, все хорошо, что-нибудь там зайдет. И вот на эти пачули неплохо бы наслаивать какие-то фруктовые парфюмы, может быть, гурманские парфюмы, чтобы дать этим парфюмам глубину. У меня есть кандидаты на смешивание с этими пачулями. Я вам как-то в одном из видео, и не в одном на самом деле, показывала пачули-малинар. Сам флакончик уехал в распив, а вот набор, где есть пачули, пачули-ванила, пачули-фрукты, пачули-что-то еще, или просто фрукты, ваниль, в общем, там несколько вариантов. Я предполагала, что я буду смешивать. Вот с этими пачульно-ванильными, пачульно-фруктовыми ароматами, которые являются такими очень легкими, очень носибельными, смешивать вот эти пачули, сам Бог велел. Ну, то есть я так понимаю, что то ли этот парфюм не продается, я как-то не увидела, не поняла, короче. В интернет-магазинах их не вижу. Нужен ли мне флакон, тоже не факт, но вот этот отливант буду носить и буду забешивать. Самая погода, прекрасно, прекрасно, не расстанусь, не расстанусь. И остались самые опасные два отливанта, три. Гуманитарии вошли в чат и посчитали, гуманитарии не могут даже до трех посчитать, ну да. Серж-Лютанс и Ланком. Я сняла недавно два видео. Один про Сержа-Лютанса, про их батл между Лютансом и Ланкомом. Победила дружба. И вроде как точка была поставлена. Ну вот есть парфюмы на холодное время года, на поздние осени, на зиму марки Сержа. Есть ланкомовские, утепляющие, согревающие парфюмы. Ну, замечательно. Ставим точку. И тут приходит Нина Тихонова и говорит, вот тебя отливанты, пробуем. И Соня пробует и понимает, что что-то не так. Чего-то ей не хватает. Или чего-то ей не хватало, а сейчас вот ей не хватает еще больше. Ей не хватало знакомства с этими парфюмами, а сейчас ей не хватает флаконов. Но флаконов может и не быть, друзья. Потому что это все редко и это очень дорого. Давайте начнем с парфюма. Я вот не знаю об этом парфюме ничего. Я не знаю его пирамиду. Пирамиду напишу. Называется парфюм Эль Аттарин. Какой он замечательный. Я на руку все-таки нанесу. Какой он замечательный, какой он глубокий, какой он спокойный. Медитативный парфюм, который хочется носить во время каких-то, знаете, вот сейчас абстрактный образ напишу. Нарисую вам, опишу. Абстрактный образ, который не очень, может быть, ассоциируется с моей жизнью, но он весьма поэтичен. Одинокие прогулки по осеннему парку. Я в жизни одна не пойду гулять по осеннему парку. Да плюс ко всему, я и не пойду гулять по осеннему парку, но просто потому, что у меня ритм жизни другой, расписание моё другое. Но когда ты вдыхаешь этот парфюм, тебе хочется задержать дыхание. Тебе не хочется торопливости. Тебе не хочется какой-то суетности. Тебе хочется просто остановиться и созерцать, созерцать, созерцать. Он роскошно сел на кожу. Он прекрасно раскрывается. Может быть, вы скажете, что это вторично, это всё неоригинально. Я не знаю, друзья. Я не знаю. Но я к марке Сешу Танс пристрастна. Мне парфюм очень нравится. В нём есть медовость. В нём пробивается какая-то сладость. Но эта сладость не чрезмерная. Она очень сдержанная. И как раз вот это настроение про одинокую прогулку по осеннему парку. И сладость эта, и медовость впишутся, как сладкие воспоминания о прошедших каких-то годах. Как моды мои были, всё вот это. Великолепно, великолепно. Можно ли носить этот парфюм на работу? Да, можно. Сочетается ли он, я не знаю, с деловым каким-то костюмом твидовым? Я через костюмы, честно говоря, не воспринимаю эти парфюмы. Хотя иногда говорю, ну да, летний, чтобы льняную одежду какую-то носить и так далее, развивающийся. Но на самом деле любые парфюмы с любой одеждой можно носить, не возбраняется. Никто не вправе вас осудить. Ну, я к тому, что если вы хотите производить впечатление какого-то солидного, респектабельного человека, пожалуйста, производите это впечатление вот с этим парфюмом. Да, 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 да. Если вы видите себя художником, как-то, может быть, даже экстравагантно выглядящим. Да, 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 это всё про это. Великолепный. Хочу ли я флакон? Ну, знаете, ситуация такая, я всё хочу, да, но если бы ко мне кто-то пришёл, добрый человек сказал, на. Я сказала бы, спасибо, добрый человек. Но за флаконом, наверное, я гоняться не буду, но от Левант я носить не буду. Дальше ситуация хуже. Ещё хуже, друзья. Мель де Буа. От Левант. Нина так добра. Когда я сказала, что Нина, мне это очень нравится, Нина сказала, я отолью тебя ещё потом. И на спасибо большое, потому что я сошла с ума от этого парфюма с первого пшика. Просто с первого пшика. Причём, вы знаете, я люблю парфюмы про мёд. Но при этом я всегда очень осторожна в этой любви, потому что мёд может подарить очень много сомнительных для меня нот. Даже если я с точки зрения парфюмерного искусства говорю, о да, как это красиво, есть всё-таки мёд, который я носить не буду. Ну, в силу разных причин, но не буду. Я не буду носить парфюм просто потому, что он произведение искусства, но мне в нём неудобно, не комфортно. Я хочу комфорт, я хочу удобство, я хочу хорошо пахнуть. Это тот мёд, в котором я хочу ходить, в котором я хочу пахнуть. И, возможно, летом я бы на этот мёд не решилась. Возможно, летом он будет и красив, но чуть более опасен, как мне кажется. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но этот мёд просто необыкновенный. В первую секунду у меня была странная мысль, что я когда-то этот парфюм, или даже не так, что я когда-то этот запах чувствовала. Что он мне что-то напоминает, возможно, в детстве. Я посмотрела на фраги и ничего такого не увидела, чтобы там сравнивали бы с каким-то старым парфюм. Я не понимаю, почему эта ассоциация у меня появилась. Как будто воспоминание. Какая-то вспышка, но она ничего мне не даёт, ничего не объясняет. Я не понимаю, что не так. Но вот эта вспышка, она меня сначала зацепила, а потом мгновенно я стала погружаться просто в эту медовость, не чрезмерно сладкую, но самую настоящую. Мёд и воск, и древесность, и какие-то, знаете, как чары. Чары, которые тебя завлекают и не отпускают. Это, наверное, одно из самых серьёзных таких парфюмерных потрясений в моей жизни. Парфюм невероятный. Я пошла, конечно, смотреть, я увидела цены, я приняла к сведению, я поняла, что да, всё серьёзно, всё сложно, как пишут подростки в статусах. Я не знаю, как события будут разворачиваться дальше. Может быть, я поношу этот парфюм, может быть, я у Нины бы прошу второй от Леванта, и может быть, я как-то и успокоюсь. А может быть, и нет, друзья. Я сейчас даже на себя наносить не буду этот парфюм. Ну, и в целях экономии в том числе, потому что тут дедушки сразу такие, Соня, мы жадные, мы жадные. Такая, да, дедулечки, конечно, конечно, конечно. Но ещё по одной причине. Парфюм невероятно стойкий. Он невероятно стойкий. Я в тот день, когда пробовала этот парфюм, нанесла его один раз на себя днём, и потом ещё нанесла на себя вечером, засыпала я вот так вот для сладкого сна. Я проснулась, и я с кожи слышала этот парфюм. То есть, когда говорят, что Сишлю Танс не стойкий. Вот. Попала. Попала. И ещё одна история, уже история с маркой Ланком. Это, наверное, моя самая старая, старая, страшная и притягательная хотелка. Это лаванда Крианон. Вот у меня такой огромный отливант. Я два дня подряд поливалась этим парфюмом. Господи, как я хочу флакон. Я вам уже рассказывала, что я вокруг флакона этого парфюма выплясываю уже несколько лет. И я была много раз в шаге от покупки. Я даже деньги переводила. И, в общем, покупка не случилась. Если у вас есть этот парфюм в остатке, обратите, пожалуйста, на меня внимание. Я очень хочу этот флакон. Когда я говорю, что я не коллекционер, я не кривлю душой, но когда речь заходит об этой линейке Ланкомовской, я сразу коллекционер. У меня не все парфюмы, я все и не хочу. Но я лаванду безумно хочу. При этом, вот если сравнивать, допустим, ну, плюс-минус лаванду и мёд лютансовский, это две любви, но это парфюмы абсолютно несравнимые. Насколько сложный и, может быть, неоднозначный лютанс с его мёдом и притягательный. Настолько, как кажется, проста, непритязательна и великолепна вот эта самая лаванда. Лаванда сладкая, и, кажется, там больше ничего и нет. И пирамида сама глубже, конечно, чем она представлена на фраге. Но, по большому счёту, вот сладкая лаванда, ну, как это красиво сделано, возьми, не знаю, там, если вы какой-то парфюмер X, да, вы берёте ингредиенты, которые отвечают за лаванду, вы берёте ингредиенты, которые отвечают за какую-то сладость, всё это дело смешиваете и рассчитываете, что у вас получится так же или получится лучше. Может быть, да, может быть, нет, но, скорее, нет, потому что так, как это делает Ланком, понятно, но безумно, бесконечно красиво, но, мне кажется, так никто не делает. Мне кажется, этот парфюм интересен в любое время года, потому что он может быть и прохладным за счёт лаванды, там есть холодок, и вот этот холодок лавандовый сделает этот парфюм абсолютно весенним. и летом это будет хорошо за счёт холодка, за счёт цветов и сладости, но я начала всё-таки это пробовать, когда ещё наша погода была похожа на осеннюю, сейчас наступает зима, и я понимаю, что этот парфюм своей тягучестью, своим каким-то таким волшебным звучанием вполне красивым, не просто вполне, абсолютно красиво будет звучать. Я хочу и буду этим пользоваться. В общем, Нина, ты сделал прекрасное, благородное дело, ты показала мне путь парфюмерного маньяка, парфюмерного любителя. Я хочу идти по этому пути, может быть, этот путь всё-таки каким-то флаконом да закончится. Это на самом деле великолепно, спасибо тебе большое. Ну и, друзья, посмотрим. В этой теме, наверное, точку ставить нельзя, прежде временно поставим многозначительное многоточие. Рассказала, призналась вам во всём, на душе легче. Спасибо вам большое, что были со мной. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, пожалуйста, комментарий, подпишитесь, пожалуйста. Я всегда об этом говорю, всегда прошу, мне это очень важно. Я свой канал мыслил всё-таки больше, чем парфюмерный канал, поэтому, да, мне это очень важно. Я вас всех обнимаю, берегите себя, пожалуйста, и продолжение следует. Обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...